В регионе продолжается месячник профориентации. В рамках совместного проекта Центра занятости населения и Центра развития образования учащиеся первой городской школы посетили родильное отделение Ненецкой окружной больницы. Для будущих выпускников провели экскурсию. Кроме того, мы их познакомили с работой врачей и среднего медперсонала. Организаторы месячника говорят, основная задача – помочь ребятам определиться с выбором профессии, ведь многие школьники, как правило, до последнего не знают, на кого поступать. Все подробности в следующем материале. В стенах местного родильного отделения большинство из них сегодня находится впервые. Контроль как на границе, без медицинских масок и бахил, вход строго запрещен. Вот в рамках экскурсии ученикам первой городской школы показывают стандартную палату для будущих мам. Внутри идеальная чистота. Ребята интересуются, как часто врачам и акушеркам приходится принимать роды. В день здесь появляется на свет как минимум один младенец. Для небольшого региона показатель вполне хороший. В месяц у нас, значит, 35-60 родов в среднем. Я точно не могу сказать. За прошлый год у нас родилось 676 деток. Есть двойные, есть двойные очень много у нас. Это хороший показатель в целом? В целом, да. Но хотя бы уменьшился по сравнению с позапрошлым годом. Особый интерес у будущих выпускников вызвала палата интенсивной терапии. По сути, это мини-реанимация. Здесь в частности оказывают неотложную помощь роженицам, которые находятся в опасном для жизни состоянии. А это кабинет электрокардиографии, сокращенно ЭКГ. Показатели работы сердца проверяют не только у будущих мам, но и у их детей, которые находятся в утробе. Школьники не скрывают. Данная экскурсия в рамках профориентационного месячника – одна из самых интересных и познавательных. Здесь мне запомнилась конкретно комната для рожениц. Потому что я знаю, что у нас в стране достаточно обширная проблема с этим. Что в больницах плохой ремонт, плохие условия. На самом деле у меня здесь сестра рожала, и я присутствовала с ней в палате. Кормят здесь тоже достаточно хорошо. Главная задача, которую преследуют организаторы месячника – познакомить ребят с основными предприятиями региона. И наглядно показать специфику определенных профессий. Ведь скоро у многих из них важный этап жизни – поступление в учебные заведения. Алина Ружникова, например, после экскурсии уже точно определилась с профессией. Она намерена стать медицинской сестрой. Это не шутка, честно. Почему? Не знаю, просто заинтересовала очень. Вот это все, сам процесс интересен. Посещение родильного отделения – далеко не последняя экскурсия для местных школьников. В списке еще много учреждений, которые готовы принять учеников. Профориентационный месячник закончится лишь в конце марта. Есть отдельные ребята, которым это очень даже помогает в определении будущего, своего жизненного пути. Потому что даже сегодня скромные мальчики из 9 класса, которые были на ярмарке учебных мест, они с большим интересом изучали те предложения, которые есть у средних специальных заведений. Что касается Ненинской окружной больницы, то ребятам сообщили, на сегодняшний день в родильном отделении существует дефицит кадров. Требуется как врачи, так и медсестры. Найти готовых специалистов не так-то просто. Пожалуйста, учитесь, заканчивайте, приходите к нам работать. Всех рады видеть, всем поможем. Олег Хатанзийский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.